Здарова ребят, добро пожаловать на Властелинка лет с модом Инорад. Сегодня мы смотрим 2 на 2. Я надеюсь, что в этот раз хороший будет реплейчик. У нас, как обычно, русская рулетка. Слева у нас играет Никос 98 за гоблинов. Он сразу же прям в казарму выходит. Это, конечно, похвально, но это рискованно, потому что карта все-таки большая. Ну, скорее всего, это ради аванпоста, так что имеет смысл. С ним в команде играет Респиздяй за Изин. Тоже выходит в скаутов, но это понятное дело. Надо захватывать аванпост. Против них сверху играет ковбой Бибо. А, это Бибоб, типа, да? Я что-то такое слышал из какого-то детского мультика. Играет за Ангмар. И... Ивл Павер играет за Гондор. В казарму. Ну, тут стандартная расстройка. И здесь, наверное, то же самое, хотя чего-то ждет ковбой Бибоб, видимо. Да, он будет играть в троллей. А, нет, он будет играть в волков. Он строит логово, чтобы ошейники появились. Ну, это вроде как бы неплохая стратка, причем карта большая, то есть это ему на руку. Но одна проблема. Волки не захватывают здание, то есть ему придется только снести аванпост, чтобы получить от этого профит. Все. Ух ты, а я не заметил. Здесь обосновался Хоббит Ивл Павера. Он подкупил варгов в ближайших, чтобы те помогали ему в сражении. И отогнал гоблинов. Конечно, тут есть еще два отрядика. Ну, полтора отрядика. И они не могут помешать ему жить. Но у него есть возможность заныкаться под плащ. Поздно, походу. Нет, успел. Успел. Варки отрабатывают свою взятку. И Хоббит, я думаю, сможет дальше задефаться. Подходит отряд мечников. Гоблины захватили аванпост. И даже если они погибнут, то это хороший размен. Ивл Павер захватывает себе аванпост. В это время уруки распиздяя, вроде как собираются захватывать таверну. Побежали волки. Между прочим, уруки должны справиться с волками. Ну, в зависимости, конечно, от того, на сколько будет их много. Странно, что распиздяя не захватывает аванпост. Ну, понятное дело, почему не захватывает ковбой его. Вот распиздяю, следовало бы его захватить. И Вал Павер пытается пропушить эту казарму. Пардон, казарму, эту ферму. Нужно немножечко отступить, потому что здесь ему невыгодно сражаться. Ведь его войска будут атаковать здание. И таким образом гоблины получат преимущество. К тому же оборонку забыл врубить. И это довольно-таки грустно. Да, но вот это реально ошибка. Потому что мечники Гондора вполне себе могут танчить три отряда гоблинов. Не факт, что они выиграют, конечно. Но разменяются прям очень выгодно. Поэтому все-таки не надо было бить. Но подходят лучники. И у Ивола все же появляется преимущество. А значит он не зря отошел, наверное. Да, казарма позволяет подводить подкрепление побыстрее. Высаживаются лучники гоблинов. Но здесь всего лишь один отряд. В это время огромная толпа волков пытаются грызть крип. Это плохая идея. Всадники захватывают Аванпост. Подводят распиздяй варгов своих. Понимают, что ему здесь ловить нечего. Загрелся на него ковбой. Сейчас может быть хороший байт. Эти войска снесут этих. Волки неплохо против всадников будут сражаться. Но если всадники будут прикрывать скаутов. То скауты просто перебьют всех волков. Перестреляют банами. И кстати лайфхак тоже для вас. Не надо сносить этот крип. Если вы захватываете Аванпост. Зачем? Эти варги довольно-таки неплохо мешают захватывать. Если например вы где-то сражаетесь в другой точке. А противник пытается просто переходить. Каким-то одним халявным отрядом. То он потеряет большую часть. Например если бы это всадники были. Пока всадники бы захватывали варги. Где-то половину отряда всадников на варгах. Я имею ввиду перебили бы. Здесь это вполне себе выгодно. Ну да ладно. Может быть эти 300 монет помогут ковбою. Выиграть или что-то еще получить. Сносится логово волков. Подбегает пачка. Ковбоя. Это минус один отряд всадников на варгах. Кстати забавно что он тут вышку поставил. Казалось бы это плохая идея. Но в этой ситуации она ему помогла. Минус 1000 сейчас ценой. 500 монет всего лишь. Неплохо. Вполне возможно что ковбой бип-боп обладает сверхъестественными способностями. А точнее способностью к предвидению. И таким образом он смог обхитрить своего оппонента возможно. Здесь кстати прикольная точка для того чтобы захватить скаутами ее. Они очень далеко будут стрелять. Они где-то досюда будут. Не так. Вот так вот так да. Где-то досюда будут доставать. Очень классная тема. Ведь по сути вот это вот самый прикольный путь к атаке. Здесь больше всего места. Здесь поменьше так-то. Ну что ж. Распиздяй. Афкашут. Ну не афкашут. Но вы поняли да. Как-то. Стоило все-таки нападать бы. Как минимум. Вот это вот снести. Если вы. По какой-то причине. О появился. Драуглин. По какой-то причине вы не можете перехватить у противника аванпост. Не беда. Просто снесите его. Главное. Ни при каких обстоятельствах. Не отдавайте аванпост противнику. Это очень и очень плохая идея. Он огромное количество денег дает. Особенно в начале игры. В лейте еще ладно. Как-то можно будет сражаться против челика. У которого есть аванпост. Но в начале это очень грустно. Да. В принципе. Изен перебил всю пачку противника. Но здесь есть драуглин. И его снести просто так не получится. Он жирный. Его нужно ловить лурцам. Ну и конечно же самая печальная тема. Это то что драуглины надо убивать копейщиками. А против этой стратки много копейщиков строить невыгодно. Потому что волки контрят копейщиков. По сути единственный юнит. Против которого выгодно сражаться волками. Это копейщики. Поэтому их надо контрить. Что это я такое нажал? Ух ты. Тут есть казарма. А это декорации. Ее не захватить. Какие-то левые челики. Ясно. Понятно. Ну в общем вы поняли. Не. Волки пытаются скушать рабочего. И им это удается. Неплохо. Вот этим волки и хороши кстати. Они пусть и не самый сильный юнит. Но зато они быстро бегают. И могут очень много всего повредить. То же самое что и паучки у гоблинов. Но у гоблина нет саппорта для паучков. И в какой-то момент. То есть например в начале они очень сильные. Но в какой-то момент они становятся очень слабыми. А вот волки могут прям до лейта сражаться. Потому что дроуглиным броню дает. Плюс можно комбинировать их с всадниками. Которые хорошо будут здания грызть. Ну относительно хорошо. И таким образом делать практически универсальную пачку войск. Почему практически? Потому что против комбинации мечников, копейщиков и лучников. Где преобладают лучники. Они сражаться все же не смогут. Если конечно противник будет правильно их прикрывать. Лучников в смысле. Потому что если волки все же смогут добраться до лучников. То в ближнем бою они их с легкостью перебьют. И начинается стычка. У Изенгарда сейчас преимущество. Но он допускает ошибку. И как раз таки случается то. О чем я и говорил. Волки добрались до лучников. Загрызли один отряд. Немножечко прошляпил сейчас ковбой. Потому что ему надо было разделить войска. Он захотел второй отряд скаутов добить. Что ему и удалось. Но ему надо было разделить. Потому что он этот оставил. И в итоге остается пачка без лучников. Что позволяет ковбою сражаться на равных. Но с другой стороны Изен проюзал опустошение. Позволяя немного своим отрядам отбить волков. Да остается очень мало волков. И они вынуждены отступить. Убегает Халдар. Почему-то. Я не понимаю почему. Но уроки остановились. А могли бы его догнать и убить. Кстати он довольно таки медленно бегает. О. Появился Лурц. И вот она возможность убить Халдара. И в итоге сейчас ковбой вроде как разменялся выгодно. Но в итоге потерял героя. И получается что распиздя и разменялся выгодно. В это время Evil Power довольно таки неплохой пачкой. Вместе с Берегондом нападает на базу. Я забыл уже. На базу Никаса 98. Призывает с южной провинции. У Никаса если честно не очень-то много войск. Походу Никас собирался выходить в Великанов. Кстати да. Он действительно уже доделывает последний грейд. Но риск не оправдан. Потому что прям под пещерой у него противники. То есть еще фармер. Подходит лучников достаточное количество. И даже если он сейчас построит Великана. То его убьют. Минус. Горкил. О боже мой. Единственная возможность сейчас для Никаса отбиться. Это построить немного вышек. Все таки пещеры довольно таки толстые. Ну раньше надо было конечно. Уже пол хп потерял. И штамповать лучников. В надежде что он потихонечку задефается. Вместо этого он построил логово с пауками. Ну такой себе. Я не уверен что не достает сюда. Я не вижу мелких пауков. Нет походу оно не достает сюда. То есть оно будет помогать только если враги будут в притек. Вон они паучки. Так что лучше все же вышки в этой ситуации. Построился тролль. Ивол пауэр недоконтролил. И потерял всех практически лучников под одного тролля. Хотя мог бы и легко его убить. Это фиаско. И походу все же Никас отбился. Иволу конечно желательно снести третий уровень. Потому что ну он так много войск разменял на это дело все. А не получил ничего. На соплях просто здание живет. Блин если бы были вышки Никас бы реально задефался и оставил здание себе. Но теперь не получится. Ивол пауэр проюзал последнюю билку Денетора. И добивает третий уровень. Даже если ему сейчас придется отступить. То эти руины восстановят только лишь первый уровень. То есть очень много денег сейчас потерял Никас. Но с другой стороны Ивол пауэр потерял еще больше. Но теперь пора отступать. Вот прям реально пора. Потому что Горкил. Горкил уже сел на своего паучка. И о боже мой. Какие потери. Минус фарамир. Берегонт пытается спастись. Копейщиков то нет. Нечем прикрыть героя. Вон есть отряд копейщиков. Нужно бежать навстречу. Берегонт. Никас делает что-то странное. Он мог бы добить Берегонта еще. Но он почему-то спешился. Охренеть. Окей. Это очень странно. Ладно смотрим сюда. Походу Никас не убьет Берегонта. Да он. Он уходит. В это время. Изенгард неплохо так пропушил Ангмар. Но подкрепление из черных Нуминорцев и кучи волков. Вроде как бы отогнало его армию. Самое печальное что ему нельзя отступать. Надо сражаться иначе он все потеряет. Есть возможность убить Драуглина. Но он видимо его не видит. Но кстати в этой ситуации его не сложно увидеть. Он блин же не волк. Надо кидать контроль и переключаться на Берсеркера. Либо просто переключиться на Берсеркера чтобы отогнать волков. Иначе Лурц погибнет. Войск не остается уже. Очень мало всего нужно подводить подкрепление. Но подкреплений тоже нет. Только сейчас начал строить. Вышел он в Сарумана. Что забавно кстати. Лурц погибнет. Переключись на Берсеркера. Аааа. Ааа. Ааа. Просто без боя сдается. Сейчас распиздяй. Даже не попытался забрать хоть какое-то количество войск противника. Ковбой Бипоп может забайтить сейчас Сарумана. Но ему это не удается сделать. Тем не менее очень много урона влетает в Саруманыча. Надо сдавать фаербол и отступать пока есть войска. Войска для прикрытия. Он пытается это сделать. Но без прикрытия остаются у руки. И Саруман сейчас погибнет. Сдает конечно фаербол. Это похвально. Хотя бы в конце поднасрал. Но эти волки не стоили 4000 определенным. Сейчас ковбой Бипоп разменялся более выгодно чем его оппонент. И это очень грустно. Всего лишь нужно было отступить вместе с уруками. Тогда бы вот здесь бы волки не смогли бы прошмыгнуть. Есть подкрепление. Но нет уже Сарумана и нет лурца. И это очень грустно. Докачался Никос до третьего тира. Увы, я прошлябил момент, в котором он покоцал. Или может даже убил часть армии Evil Power. Давайте пройдемся теперь по обилкам. Давно пора. 620 очков командования на 15 минуте матча. Не самая лучшая экономика, но терпимая у Никоса. Третий тир и 4 очка. Распиздяй в это время имеет 850. Но это не считается, потому что и Зингард, и как бы, да, забейте. Тоже третий тир. Тоже, в принципе, неплохо. Примерно одинаково раскачан со своим тиммейтом. Но немножечко лучше все же Никос раскачался. В это время у Гондора 680. Учитывая, что у него аванпост, это плохо, потому что... То есть... Аванпост вроде 150 очков дает, если я не ошибаюсь. Так что это маловато. Построился дракон, и его надо бы законтать. Лучников, кстати, маловато. Но зато есть парамир. Да, желательно убить дракона. Иначе... Иначе он просто будет летать и раскидывать фаерболы. На агрессивке получают ядовитую колбу от Горкила. О, господи, как же много войск погибло у Ивола. Просто ужас. Гигантское количество урона просто влетает. Он скоро будет 10 уровня. Матери выводка. Ну, в принципе, они погибают. Да, здесь лучников достаточно много. Но их недостаточно много, чтобы убить дракона. Так, а по прокачке вот Ивол Павер все подряд брал. Поэтому мы подсчитаем. А, да, у него такая же раскачка, как у Никоса, собственно. Он просто брал обилки из двух веток. Теперь Ковбой Бипоп. Ковбой Бипоп взял весь первый тир и один второй тир. То есть он проигрывает где-то 5 очков примерно. Ну, неплохая, кстати, у него позиция здесь. Но танкующих нитов у него маловато остается. Но очень классно, конечно, сверху играть. Лучники дальше достают. Раньше начинают стрелять. И это вообще офигенно. Но с другой стороны... Распиздяй, проюзал ледяной ветер. Боже мой, какой ледяной ветер? Дождь, короче. Да. Ледяной дождь. Вот. Просто дождь. Так что номинорцы довольно-таки слабые из-за этого. Но, тем не менее, они бьют сверху. Плюс тут еще призраки мешают. Сурманыч воскрес. Сурманыч может залить опыт. И это прям очень круто для него. В это время драуглин 10 уровня. Я, кстати, не заметил, чтобы он юзал... А, вот есть Рагнарёк. Если что, это я так называю эту обилку. Типа, не надо бы гортить в комментах. Она так не называется. Просто я вспоминаю Age of Mythology, в которой была обилка, которая призывала по всей карте волков. И это как бы был Рагнарёк. Полетел Fireball, Evil Power не доконтролил, и лучники побежали в ближний бой. Да, очень сложно будет убить дракона таким количеством. Дракон, кстати, имбовый. Довольно-таки у него слишком много здоровья. Но, в принципе, его все же можно убить с помощью комбы лучников и фармера. Да вот такого, кстати, количества достаточно будет, если он, конечно же, будет с ними сражаться. Он сидит там вдалеке. Вот сейчас можно зафоксить его. По крайней мере, попытаться. Подбегают волки. Подбегают еще и подкрепления из номинорцев. Огромное количество лучников. Скоро будет Fireball. Надо отступить. Ну, хотя Evil, конечно, не знает, что будет Fireball скоро. Но все же надо отступить, ведь у него только лучники. А здание сносить нечем. Довольно-таки много урона фармер вливает в дракона. Это, скорее всего, потому что Берегон тоже стрелял. Напоминаю, что Берегон режет броню, если стреляет из лука по цели. Он режет 33% брони. И это довольно-таки большое количество. К тому же фармер своей стрелой срезает 25% брони. То есть, по сути, они раздевают вражеского героя. И на некоторое время дракон выведен из строя. Но сейчас он, видимо, попытается запулить сюда Fireball. И это огромная ошибка со стороны Evil, потому что он может потерять кучу войск. Но похвально он прожимает Х и, возможно, даже убьет дракона. Да, кстати, что-то жестко затупил Никос. Он должен был либо Fireball юзать, либо не нападать вообще. Но он просто подлетел и сдох. Подходят Великаны. Не может пока что зафоксить Великана Evil Power. Слишком далеко он находится от них. В это время Саруман получает довольно-таки большую плюху. Сейчас он может Fireball накоцать лучников Карндума, что он и делает. Два очка отделяют его от армии Изенгарда. Это странно, что он не заливал опыт. Это одна из самых полезных его обилок. Серьезно, это, наверное, лучше даже, чем ульта. Потому что с помощью этого вы можете наварить себе пятый уровень. То есть он заливает сразу четвертый уровень уроком. Если вы сделаете флаги, у вас будут уроки пятого уровня. По сути, это как апгрейды. Ваши уроки становятся невероятно мощными с этим. Добавьте к этому апгрейд брони. Добавьте к этому лидерки. И три лидерки от Сарумана, Углуха и Лурца. И так далее. И вы увидите, что ваши уроки пипец какие жесткие. В это время Evil Power решает помочь своему тиммейту, по всей видимости. Или нет. Но Изенгард сейчас очень силен. Кстати, очень хорошо для верхней команды то, что... Почему ты так лагаешь? То, что армия Изенгарда была провязана сюда. Захарка была провязана сюда! Господи! Даже если Evil потеряет всю свою армию, это офигенный размен для них. Потому что вот эти вот обилки со стопроцентной вероятностью могли бы снести одного игрока полностью. А так Evil потеряет армию только ради этого и все. Но, конечно, не успел среагировать Изенгард. Хотя бы берсеркеров надо было отправить. Как же много летучие мыши убили лучников. Кроме этого... А, нет, стоп, я забыл. Дракон Джоумер. Точно, точно. Но великаны строятся еще. Нужно срочно комбинировать армии. К сожалению, у Ангмара нет войск. И даже если учесть то, что этот размен действительно хорош, то им еще как-то надо будет отбиваться от армии Изенгарда. Я имею ввиду вот эту вот армию. Поэтому нужно побыстрее строить войска. Evil Power спас часть своих войск. У него строится подкрепление. У него неплохое количество казарм, кстати. Очень прям внушительное количество казарм. Саруман резко стал радужным. Захарка еще действует. Также армия Изена. Ну, армия Изена была просрана целиком и полностью. Только Захарка более-менее нормально накоцала Ивола. Ивол вынужден отступить еще дальше. Зря он вообще здесь сражался. Я бы бежал прям за крепу. Лучше потерять чуть больше зданий, чем... Чем еще больше войск построил. Вот, кстати, надо было уже переключаться. Вместо волков строить что-то более толстое. Либо больше нуминорцев. Например, с трех или с четырех казарм штамповать. Либо вместо нуминорцев черных стражей. Либо зеленых троллей вот отсюда вот. Но явно не волков. Волки не вытончат армию Изена в лейте. Вы что, это прикол что-нибудь? Это просто корм для него. КЧ, да. КЧ, кстати, может вытончить. Юзается опустошение. Далековато. Но сюда можно фаербол закинуть. Понимает сейчас ковбой Бипоп, что его войска под угрозой. Юзает колдовской ветер. И таким образом ему получается задефаться от опустошения. У него неплохая, кстати, здесь позиция. Вышки построены. Он мешает логово. Так что ему можно сражаться. В это время две двадцать пятки закончились. И Evil Power пытается контр-атаковать. Хорошее количество лучников. У некоторых из них даже есть апгрейды стрел. И юзается наблюдатель. Неплохо. Ну, глубинный страж. К сожалению для него войска прокачаны. И у них есть лидерка. Так что он долго не живет. Сурман, кстати, под угрозой. По всей видимости, его фокусят в вышки. Но... Я не могу понять, кто выигрывает. Тут такая суматоха. Под стрелой Лурца находится сейчас Король Чародей. Evil Power призывает южные провинции. Чтобы помешать противнику убить его тиммейта. Лурца уходит. Десятый уровень, черт возьми. Король Чародей может попытаться убить, кстати, Лурца. Но прикол в том, что у Лурца есть ульт. И возможно даже Берсеркер уходит у Глук. Там еще есть один Берс. И вот снова. Распиздяй отдает своего героя. Даже не пытаясь сражаться. Хотя мог бы. У Глука есть Хилка. Он реально может сражаться. Даже убить КЧ. Подходит Халдар. Это уже минус Лурц. Углук упал. Ну, Углук спасся. Определенно. Здесь куча Берсеркеров. Есть копейщики. Вряд ли Король Чародей полезет туда сражаться. Это слишком рискованно для него. Но Лурца он забрал. И, по всей видимости, еще и Сарумана. Так что Ковбой Бипа продолжает жить. Ух ты. Очень печальная ситуация у Ивол Павара. Он разбегается в разные стороны. То ли это страх какой-то был. То ли он сам пытался это делать. Видимо, чтобы убить великанов. Ну, минус один великан. Закидывается ядовитая бомба. Надо дальше фокусить великанов, раз уж такие большие потери. Нет, не удает. Нет. Походу, еще одного он убьет. Третий великан. Умрет ли он? Копейщики есть. Но прикрывают гоблины его. Нет. Вот последнего великана убить не удастся. Подходит еще подкрепление. Саруман воскрес, как мы слышим с вами. Второй великан построился. А вот тут, кстати, забавно, что на этом патче выгоднее строить обычных лучников, чем рейнджеров. Потому что лидерка фармера на рейнджеров не распространяется. Но в данной ситуации все же нужно строить рейнджеров. Потому что у них дальность стрельбы выше и легче будет убивать великанов. Не надо будет так близко подходить, как он подходил лучниками. Подходит сюда Саруман. Надо отступать. Обязательно. Потому что если он прокачает 10 уровень, то это будет просто боль. Саруман пытается убить фармера. Не видит этого evil power. Он полностью поглощен убиванием великанов. И фармер погибает. Черт возьми. Теперь надежда на убийство Сарумана погибла. Вместе с фармером. Потому что войск слишком мало и без дебафа его не убить. Берегон тоже погибает. И Саруман уже 9 уровня. Полетел в фаербол. Еще и несколько отрядов погибают. Просто жесть. Evil power вынужден отступить в это время его тиммейт. Ну вот кстати проблема. Да. В том, что тиммейт сидит. Если бы он сейчас напал и щемил Лизингард. А у него было преимущество до этого. То возможно Саруман бил бы его. И evil power продолжал бы. Ведь evil power практически задавил сейчас Никоса. Ну у Никоса конечно есть великан. И Никос бы не проиграл. Он бы дальше дефался. Но тем не менее. А так получается, что evil потерял войска ни за что. Ну и героев. Хотя сам виноват. То, что не контролил. Тоже. Как вариант. И так да. По прокачке. По прокачке. Evil power получил третий тир. Через вышку он сыграл. Вышку кстати. Ну желательно. Обсирать всю карту вышками. Почему бы и нет. Она быстро откатывается. В этом то ее и фича. Ковбой бипоп вышел в линую дождь. Мы видели это ранее. Но тоже как-то медленно. Он тоже все подряд берет. И это плохо. Никос. Через мародерку он играет. А, то есть он сейчас возьмет скорее всего поднедышащего верма. И... Ну походу все. Через землю он во тьму не сможет выйти. Да. Ему только брать. Либо паучков и тьму. Не уверен что хватит на это. Либо червяка и ждать болрожика. Распиздяй. Ух ты. Тут сражение. Я просрал. Саруман провязал раздор. Но тем не менее погиб. Очень много потерь у ковбоя. Он не может уже сражаться. К сожалению для него. А вот у Изенгарда довольно таки неплохая пачка еще. Конечно. То что погиб Саруман. Это плохо для него. Потому что он был около 10 уровня. И так как он играет через центральную обилку. То у него будет сейчас вторая 25. К тому же у него есть опустошение. Это позволит убить любую армию практически в игре. Мало кто может пережить. Но может разве что стражи Цитадели. Со всеми бафами и крейдами. Могут пережить мину. И то я не уверен. У мины просто огромнейший урон. 5 великанов. Очень страшно. Гоблины с броней между прочим. Хотя гоблины не самые выносливые юниты. Но тем не менее броня дает им возможность подольше пожить. Как не как. Иволу будет очень сложно сейчас. У него неплохая пачка лучников. Но это лучники. Это не рейнджеры. Трибушетами кстати можно великанов убивать. Тоже вполне успешно. Но трибушетов у него нет. И шестой великан подходит. Огромный урон. Если они доберутся до крепости. То она долго не выстоит. За пару залпов они ее снесут. Этих войск вполне достаточно. Чтобы снести великанов. Но тут есть несколько нюансов. Первый. Нельзя стачить. Что вроде как и его павры пытается делать. Второе. Нужно пехоту подвести ближе к великанам. И тут будут мешать гоблины. Юзается станчик. Видимо от ивл павара. Рановато однако. Станчик помог бы пройти мимо гоблинов. Но он слишком рано его проюзал. И из-за этого великаны просто отходят. Поднедышащий вирм. Вполне достаточно силы чтобы убить его. Нужно просто прожать здесь икс. И давить его лучниками. Смотрите как быстро они умирают. Он умирает в смысле. Да, да. Убили, убили. Ну неплохо сработал ивл. Вполне себе. Легко разменял. Подходит король чародей. Видимо будет помогать. Но тут еще изин собирается. И походу это финальная стычка. На самом деле это даже хуже. Для ивл. А то что его тиммейт пришел. Потому что он привел с собой. Изин. У изина более толстые войска. Их обойти. Чтобы подойти к великанам. Будет намного сложнее. Лучники настачены. Сюда может залететь фаербол. У Сарумана очень много обилок. Блин, это очень плохо на самом деле. Возможно из-за этого они еще и проиграют. Юзается колдовской ветер. Но для чего? Изингард юзает дождик свой. Побежал Саруман. У него есть мина и опустошение. Ну да, тут нижняя команда явно выигрывает. Не видит ивл пауэра, к сожалению. Ему повезло, кстати. Саруман неправильно привязал свою обилку. Но зато он правильно привязал свой ульт. И это просто жесть. Странно то, что до этого ивл пауэр довольно таки хорошо контролил. Но в момент, когда надо было спасать свою армию. Он не делал ничего. И, ну, сами видите, короче, результат. Это пипец. Призываются оборотни, но великаны с ними разобрались. Призываются волчьи всадники. Но здесь уже не с кем сражаться. Самая большая армия была у Ивола. И она погибла. Король чародей тоже при смерти уходит. Жесть. Просто жесть. Строится под креплением. Но я не уверен, что Ивол сможет задефать. Если только Изин не отступит сейчас. У него было достаточно войск, чтобы задефаться от великанов. Но от двух армий, очень сильно сомневаюсь, призывается Смаук. Куда он полетит? А, мимо как-то. Лайфхак. Самый большой урон Смаук как раз-таки от перелета. А не от дыхания. Ну, да, долго он не прожил. Глубинный страж снова... О, в этот раз ему повезло. Он не получил вообще урона. И нанес довольно-таки много ущерба Иволу. Юзается 25-ка Ангмара. Но ее надо чем-то стриггерить. И ее стриггерил Великан. Неплохо, неплохо. Конечно, часть войск все же сбежала. И среди них очень много берсов. Но, тем не менее. Практически вся армия Изингарда погибла. Саруман тоже погиб. Не доконтролил сейчас распиздяй. И избавиться нужно только от берсеркеров. Скауты погибнут под крепостью, наверное. Блин, скауты 5-го уровня. Окей, они так просто не умрут. Как же много берсов у него. Берсы спаслись. Это самая, по сути, большая... Самая... Нет, как это сказать-то? Самая большая угроза, наверное. Да, вот. Именно. Ну, неплохо, неплохо. Скоро будет армия Изингарда. Я просрал где-то взрыв мины, к сожалению. Пардоните. А, вот, вот. Мина здесь взорвалась. Когда была проюзана 25-ка. У Evil Power есть армия мертвецов. И если он сейчас ее не будет юзать, то он сможет проконтрить армию Изина. У Ангмара, ну, только что он пронизал. Да, у него больше ничего нет. Минус один великан. Ну, тут всего лишь отряд копейщиков покоцанный. Да, не сможет он убить остальных великанов. Есть Захарка. И Балрожек очень скоро будет призван. Захарка призывается на базу Ангмара. И Evil Power, походу, будет вынужден сейчас призывать Лерквицов. Да, потому что его тиммейт потеряет крепость, если его не задефать. И, кстати, он все равно может ее потерять, потому что летучие мыши остаются. И, возможно, стоит сейчас ковбою брать за морозочку. Очков у него достаточно. А, ремонт берет Evil Power. Окей, окей, все нормально. Теперь, да, летучие мыши не добьет крепость. Тут еще лучники подоспели. Но, с другой стороны, теперь нечем дефать армию Изенгарда. А армия Изенгарда будет посерьезнее, чем Захарка. Потому что там есть две баллисты, и они как бы быстрее крепости сносит. С другой стороны, тут есть вышки. Ну, короче, все зависит от того, куда она будет призвана. Если вот сюда, если здесь можно, конечно, ее призвать, то, возможно, Evil потеряет крепость. Если же где-то здесь, то, может быть, он еще и задефается. Блин, это добрый плей, чуваки. Я удивлен. Ведь, по сути... Ну, может, это кто-то ники менял, но... Это ж новички играют. По крайней мере, Ангмар и Изен, это вроде новички. Я не видел таких ников еще. При условии, что это никто-то поменял ник. Ну, да, нет, ладно, по стилю тоже можно. Никас вроде тоже новичок. Но это топ-реплей, блин, офигенно. Редко такое бывает. Парни хорошо играют. То есть даже... Они, может быть, не так хорошо контролят, и не особо-то тактики юзают. Но зато... Они постоянно нападают, и это офигенно. Ну, и сейчас все сидят. Похвалил. Грусть. Так, Никас готовится призывать снова Смауга. Практически откатилась обилка. Ивл Пауэр пошел в атаку. Ух ты, 10 уровень Берегон. Надо бы призывать его отрядик. Он довольно-таки жирный. Так, это что, броня была сделана? Или стрелы? Стрелы, походу, окей. Мы уже в пути. Бегает небольшой отряд. Распиздяя. Но здесь очень много берсеркеров. Так что это можно назвать даже хорошей армией. У Ковбоя не так уж и много войск, на самом деле. Но есть КЧ-шка. Он сделал броню на крепости. Призываются дикари. Ивл Пауэр возвращается на свою базу. Пошли гоблины. Пошли великаны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Залетает Король Чародей. Это ошибка. Лурц может его поймать сейчас. Нужно юзать страх. Юзается Колдовской Ветер. Будет ли обстрел? Пошел обстрел. Поздно он закидывает. Еще есть шанс отойти. И он юзает еще и... Господи, как же тупо. Он превзал страх и сам спас противника от своего же обстрела. Подходит Саруман. Нужно фокусить Сарумана. Он делает это. Да, он фокусит Сарумана. Король Чародей успел спастись. У Сарумана еще слишком много войск. Берсеркеры забирают большую часть лучников. Как же много всего. Ивулу будет очень сложно отбиться. Хотя, наверное, под угрозой больше не Ивул. Они оба под угрозой. Часть войск Ивул не сражаются. Здесь невыгодно сражаться. Узкие проходы. То есть его войска скучкуются в любом случае. И получат плюх от великанов. В это время южные провинции смогли убить одного великана. Но, увы, не повезло. Здесь остались скауты. Причем, я думаю, что скауты остались случайно. Даже не из-за боязни потерять кого-либо. Так что тут, по сути, не повезло. Призывается Смаук. Призывается дракон севера. Очень мало остается войск у ковбоя. Да, Смаук их сейчас сожрет, скорее всего. Конечно, очень много урона в него влетает со всех вышек. Но оставшийся войскаун все-таки сжигает. То же самое сделал Болрожек. У Ивола остается всего лишь несколько отрядов. А под базой еще пять великанов. Плюс сам Болрожек может всех перебить. Так что такое, такое. Ивол Павер проиграл. И его тиммейт Ховбой Вейпоп тоже проиграл. Но ведь крепость дефать ему нечем. Давайте посмотрим на их обилки. У Ивола практически 10 очков. Но все на КД. Так что дефаться нечем. Заморозку не брал, кстати, ковбой. Ивол Павер потерпел поражение. И ковбой Вейпоп тоже. Давайте промотаем. Всем спасибо за внимание. В описании под роликом вы найдете информацию о том, где скачать игру. Куда присылать реплей. И как играть по сети. Также ссылочку на мои стримы. Впрочем, завтра будет необычный стрим с бухлишком. Потому что завтра я постарею на один год. А приходите. Наверное, будет весело. Да. Всем пока.